МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ОРТ. Новости дня в студии Максим Самойлов. Партнер программы оконная компания СОК. Продажа и установка пластиковых окон и дверей в Оренбурге. Оконная компания СОК. Качество, проверенное временем. Аксакова, 30. Телефон в Оренбурге, 30-66-66. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. На борьбу с огнем в региональном МЧС назвали пожароопасные районы. Как поддержать малый бизнес в регионе? В правительстве области началось открыто обсуждение национальных проектов. Пригородный задыхается. После специального расследования корреспондентов ОРТ проведена проверка. Результаты неутешительны. Православные и католики-мусульмане. Этноэкспедиция школы межэтнической журналистики ОРТ знакомит слушателей с конфессиями. Как становятся чемпионами по джиу-джитсу? Старинный вид единоборства набирает оборот в Оренбурге. В начале выпуска об одной из главных тем. В Оренбурге продолжает расти количество пожаров. Только за минувшие сутки произошло около сотни возгораний на территории области. В 12 муниципалитетах объявлен наивысший четвертый класс пожарной опасности. Это города Оренбург, Бузулук, Орск, а также в Солилецком, Сорочинском, Кувандыгском городских округах. Пожароопасными считаются районы Бугурусланский, Домбаровский, Илекский, Первомайский, Акбулакский, Бузулукский. В региональном МЧС предупреждают, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по единому номеру спасения 01, сотовая связь 101. Не разводить костры в лесах и не сжигать мусор при ветреной погоде – все это может привести к трагическим последствиям. А теперь к официальной хронике. Обсудить за два дня все 11 нацпроектов и программы, созданные для их реализации. При губернаторе области создан Совет по стратегическому развитию и региональным проектам. Сегодня проходит его первое заседание. В работе Совета участвуют члены областного правительства, муниципальные главы, депутаты законодательного собрания, лидеры общественных организаций. Приседательствуют временно исполняющие обязанности губернатора Денис Паслер. Всем участникам большой социально-экономической стройки необходимо увидеть себя в этом процессе. Осознать свою роль и степень ответственности. Для этого мы в рамках Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам организовали презентацию проекта. Первым презентацию проходит нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». В Оренбуржье за пять лет должно появиться 64 тысячи новых фирм и индивидуальных предпринимателей. Общий размер господдержки на эти цели превысит миллиард рублей. Причем выдача бюджетных средств напрямую бизнесу не предполагается. Ими будут субсидировать процентные ставки по банковским кредитам. Также предусмотрен механизм предоставления государственных гарантий. Средний новшеств – создание в Оренбурге единого центра развития малого и среднего предпринимательства. Идеология данного центра основывается на том, что предприниматель не должен думать, в какую организацию инфраструктуры поддержки ему обратиться. Предпринимателя должна быть одна точка входа, где квалифицированные специалисты выявят его проблемы и потребности и помогут решить. В ближайшее время возобновит работу Совет по предпринимательству при губернаторе. Он существовал прежде, но прекратил работу. Денис Паслер эту идею поддержал и поручил профильному министерству в течение месяца определиться составом. В него войдут предприниматели, определяющие картину малого и среднего бизнеса, а также представители структур, призванных их поддержать. В первой половине дня Совет по стратегическому развитию рассмотрел нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В повестке дня также нацпроекты «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология». И к другим темам – льготы на недвижимость, а также освобождение транспортного и земельного вычета. В налоговой разъяснили, кто из оренбуржцев может претендовать на подобные льготы. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в ведомстве. Налоги стали меньше. Правда, касается это лишь определенных категорий людей. В их число попали оренбуржцы предпенсионного и пенсионного возраста, а также многодетные семьи, где воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Одно из нововведений этого года – вывод из налогообложения земельных участков площадью до шести соток. Изменения коснутся и имущественного налога. Теперь будет работать главный принцип – больше детей, меньше налог. А вот от транспортного вычета многодетные семьи освобождаются совсем. Впервые по земельному налогу будет применяться коэффициент 10-процентного ограничения роста земельного налога по сравнению с суммой налога, исчисленного за предыдущий налоговый период. Все новые льготы будут распространяться на налоги, начисляемые за 2018 год. Напоминаем, что срок уплаты имущественных налогов до 2 декабря. Получить подробную информацию можно в любой территориальной налоговой службе. Превышение зафиксировано. После выхода сюжета в эфир нашей программы о проблеме в селе Пригородный Оренбургского района водоканал провел сбор проб с озера с едким запахом. Напомним, оно располагается рядом с периметром маслоэкстракционного завода. По данным ведомства, экспертиза показала наличие в воде нефтепродуктов и азотистых соединений. При этом, по словам специалистов, показатели превышены в несколько десятков раз. Данные экспертизы будут переданы в организации, которые занимаются контролем экологической ситуации. Об этом нам рассказали в пресс-службе Оренбург-водоканала. Нами был направлен официальный запрос в управление Росприроднадзора. Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер поручил ведомству разобраться в ситуации, и вот какой ответ мы получили. На указанные территории располагаются объекты, которые не подлежат федеральному государственному контролю. Проверки по нарушению природоохранного, водного и земельного законодательства предприятий на данной территории управления не проводились. О проблеме жителей поселка Пригородный мы уже рассказывали. Люди жалуются на удушающий запах. Он, по мнению оренбуржцев, может исходить как от очистных сооружений Оренбург-водоканала, так и от предприятия, расположенного неподалеку от населенного пункта. Мы продолжим следить за ситуацией. В Новотроицке выступил легендарный балет Игоря Моисеева. На концерте всемирно известного коллектива «Полный аншлаг». Десятки зрителей смогли окунуться в подлинное народное искусство. Государственный академический ансамбль народного танца дал сразу два концерта в городе. Зажигательная полька, завораживающая цыганочка, знаменитые сертаки и удалое яблочко в программе «Танцы народов мира». В Оренбуржье коллектив не впервые, но каждый раз в зале аншлаг. Рады встречи и сами артисты. У нас нет ни второго, ни третьего состава. Мы везде, в радиусе, в Большом театре, мы везде работаем вот этим составом. Всех артистов, которых вы видите, это все наша гордость. Это выпускники нашей школы, все наши замечательные и любимые артисты, которым мы желаем вам самое главное – здоровья. А публике я желаю, чтобы они получили удовольствие и наполнились тем искусством, которое создал Александр Моисеев. Ансамбль Моисеева – визитная карточка России. За рубежом о нем узнают еще в военные годы. Первая поездка в Финляндию была в 1945-м. За рекордное количество гастролей коллектив даже занесен в российскую книгу рекордов Гиннесса. Знаменитые постановки – образец танцевального искусства для начинающих артистов и профессионалов. Наш прославленный ансамбль танца «Молодость», народный ансамбль танца «Молодость» ровно 55 лет назад был создан по примеру ансамбль танца Игоря Моисеева. И даже некоторые номера, которые есть в репертуаре нашего ансамбля танца «Молодость», они взяты именно из репертуара вот этого прославленного коллектива. Безупречная хореография, сложная техника и темперамент. Артисты балета буквально живут в постановках, усиливают эффект стилизованной народной костюмы. Коллективу более 80 лет, ему рукоплещут в разных уголках мира. Настоящие овации встречают и провожают и новотроицкие зрители. Мы в восторге, просто профессионалы. Мы очень рады, что попали в этот проект. Мы в восторге. От точных движений. Все это профи, исключительно профи. Потрясающе. Очень великолепный танец, такая техника исполнения. Насколько эмоций положительных, переполняет эмоции положительные. Программа «Танцы народов мира» уже покорила не один город. Артисты знаменитого ансамбля с мировым именем пообещали, что обязательно вернутся в Степной край еще раз. Ольга Энгельс, Екатерина Степанюк, Илья Логачев. Новости дня. Сейчас реклама на ОРТ. Буквально через несколько секунд вернемся в студию. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Православные католики-мусульмане. Этноэкспедиция школы межэтнической журналистики ОРТ знакомит слушателей с конфессиями. Как становятся чемпионами по джиу-джитсу, старинный вид единоборства набирает оборот в Оренбуржье. Вы смотрите Новости дня. Мы продолжаем. 18 конфессий, почти 500 религиозных организаций. Самые крупные из них – Оренбургская епархия Русской Православной Церкви и Духовное управление мусульман. Как сегодня сохраняется мир и согласие в поликонфессиональном регионе? И как религия помогает понять культуру других национальностей? Ответы на эти вопросы искали слушатели школы межэтнической журналистики. Об общих ценностях разных вероисповеданий расскажем в нашем следующем сюжете. И больница нужна не здоровому, а больному. И церковь нужна не праведнику, а грешнику в первую очередь. Инесса Тирбах – пастор Евангелической Лютеранской Церкви в Оренбурге. Первая в России – женщина-священник. Инициатор создания лютеранской общины в нашей области. Это ее первая встреча с заслужителями школы. Как устроен храм, а главное, на каком языке идет служба. Основатель Мартин Лютер – переводчик Библии на немецкий. Отчина здесь читают не только на русском, но и на родном языке богослова. Многообразие культурного и образовательного наследия и на второй точке этноэкспедиции – центральная соборная мечеть. Главный имам Хатыб Альфид Шарипов много лет преподавал арабский и без труда переводит страницы священного писания. Обилие зеленого цвета, отсутствие изображений на стенах. Мусульмане уверены, чтобы верить в Бога, не обязательно его видеть. Покорность – именно это в переводе с арабского означает слово «ислам». Самая главная мысль, я думаю, с ней согласятся представить очень многих конфессий, это то, что всем мы, каким бы мы ни были разными, мы должны жить в мире. Потому что то начало, от которого мы произошли, оно все равно одно. И неважно, через что мы будем выражать, какую религию примем. Православные традиции, напротив, изображение святых обязательно. Иконопись – особый вид живописи. Богатство красок и утонченная сдержанность окладов. Экскурсию для слушателей проводит проректор Оренбургской духовной семинарии Вадим Татусь. Наверное, одно из первых учебных заведений, которое было построено у нас в Оренбургском крае в 19 веке. Вы находитесь в историческом здании, оно было у нас заложено в 1883 году. Я осознал, что Россия более многогранна, чем мне до этого представлялось. Это здорово, что Россия является замечательным примером того, что можно жить в одной стране, будучи разными, с разным менталитетом, с разным мышлением, и делать это дружно. Финальной точкой экспедиции стал храм Лютеранской Божьей Матери. По некоторым данным, в регионе проживают около полутысячи католиков. После разделов Речи Посполитой в наши края было сослано большое количество поляков, а уже в 19 веке возведена Первая Церковь. Алина Волохова, Семен Воробьев, Георгий Бурловский. Новости дня. Незнакомые названия ничуть не страшны. Бразильское джиу-джитсу – вид боевого искусства, где важна не сила, а знание. Представитель этого вида единоборств может одолеть соперника в несколько раз превышающего его в массе. Вид спорта набирает все большую популярность по всему миру. Его последователи появились и в Оренбуржье. На одной из тренировок побывала и наша съемочная группа. Первым делом я располагаюсь на локте, и левую ногу, которая на голове находится, ее поджимаю. Тренер по бразильскому джиу-джитсу Дмитрий Янгелько показывает один из самых популярных приемов – треугольник. В основе этого вида единоборств – борьба в партере, а также болевые и удушающие приемы. Это позволяет человеку побороть противника, превышающего его в массе и силе. Этот вид боевых искусств учит не только полностью контролировать своего соперника, но и собственную силу. Это помогает, конечно, уже быстро принимать решения, потому что здесь тоже во время схваток у тебя мало времени на раздумья. И в жизни то же самое. Бразильское джиу-джитсу Пев заимствовало некоторые элементы из других видов единоборств. Оно имеет что-то общее с дюдо или самбо. На татаме можно встретить студентов и пенсионеров, мужчин и женщин, представителей различных национальностей. Данное единоборство привлекает самую широкую аудиторию. Несмотря на то, что боевое искусство зародилось в Бразилии, оно набирает популярность и в нашей стране. Бразильское джиу-джитсу, как и большинство видов боевых единоборств, оно открыто для любого представителя, любой национальности, любого этноса. Нет у нас никаких предрассудков по поводу религиозных взглядов. Тренировки по данному единоборству в Оренбурже проходят около пяти лет. В этом виде спорта есть система обозначения ранга, пояса различного цвета. Получают их спортсмены за успехи. Оренбургские секции уже имеют подготовленных спортсменов. Именно они представляют наши регионы в соревнованиях различных уровней. Я чемпион области и призер приорудовского федерального округа и синий пояс у меня по бразильскому джиу-джитсу. Цель, ну, хотелось бы рост по поясам, вот, как минимум пурпурный пояс и округ выиграть и поехать на Россию. Большую популярность в мире боевых искусств бразильское джиу-джитсу приобрело за счет Ройса Грейси. Бразильский мастер дважды выиграл турниры, объединившие сильнейших представителей различных единоборств. В итоге, вид боевых искусств стал базой для многих титулованных бойцов. Интересно, что этот вид спорта официально не признан в России. Несмотря на это, бразильское джиу-джитсу притягивает все больше новых последователей разных национальностей, конфессий и возрастов. Кирилл Емельяненко, Владислав Горбунов, Новости дня. Это все новости к этому часу. О событиях в развитии расскажем в вечернем выпуске Новости дня. Оставайтесь на нашем канале. До встречи в эфире. Оконная компания «Сок». Окна, проверенные временем.